Привет, друзья! С вами Тимур и вы смотрите канал Насталки Лайв. В этом последнем в 2019 году выпуске новостей я собрал для вас чуть больше, чем обычно, и очень надеюсь, что вам понравится. Так что устраивайтесь поудобнее и погнали! И первой игрой на сегодня станет детище ранней ракницы под названием Merchant of Silk Road. Участникам предстоит создать длинный шелковый путь из тайлов размером от 1 до 6 клеток и отправить по нему своих торговцев. Перемещаясь и собирая тайлы, игроки будут размещать их на своих планшетах размером 4 на 6 клеток. Тот, кто первый заполнит свой планшет и станет победителем. Прошли все детективные игры и вам больше не во что играть? Не беда! На помощь приходит новая серия карточных детективов под названием Crime Zoom. Игра будет состоять только из карт, но двухсторонних, что позволит исследовать места преступления и изучать улики. Если вы решили, что раскрыли дело, то открывайте анкету и отвечайте на поставленные вопросы, а затем сравните их с настоящими ответами. Таким образом вы поймете, насколько вы действительно хороший детектив. Новая серия поступит в продажу уже в следующем году. Скотт Алмес, ответственный за такую серию как Tiny Epic, представил новую версию своей игры Boomerang под названием Boomerang Australia. Участникам предложат отправиться на далекий континент в качестве туристов и получить массу новых впечатлений. Все это будет работать на сочетании таких механик, как драфт, сбор сетов и Roll'n'Ride. Самый активный турист сможет набрать наибольшее количество очков и в итоге победить в игре. Согласитесь, звучит очень любопытно. В игре Sea of Legends участникам предложат стать пиратами Карибского бассейна, полного магии и хаоса. Создатели обещают орды нежити, поиски кладов, сражения с другими игроками и даже обретение настоящей любви. Обещают очень много, но хотелось бы сначала на это посмотреть, так что ждем первой подробной информации о проекте. Когда я слышу о выходе новой игры по Лавкрафту, первое, что приходит на ум, это очередная поделка от Fantasy Flight Games. Но следующая игра выбивается из этого представления. Unlocking Insanity Dice Vermis Mysteries, игра о приверженцах культа Ктулху и, вот дела, не от Fantasy Flight. Внезапно основной механикой станет Roll'n'Ride, а игрокам предложат стать либо могущественным культистым сознанием древних заклинаний, либо сойти с ума от нарастающего безумия. В тематике, в общем, ничего нового, хотя сама игра выглядит довольно тематично. В следующем году на Kickstarter выйдет проект по одной известной книжной фэнтези-вселенной, The Rune Lords. Участникам предложат взять на себя роль одного из четырех рунных властителей, каждый из которых способен вести за собой уникальные войска. Фишкой игры станет создание армии посредством декбилдинга. Кроме этого, во время сражений игроки смогут применять карты умений своих командиров и магию. Дата запуска проекта пока не анонсирована. Так, про детективы мы сегодня поговорили. А что насчет эскейп-румов? Любителям этого жанра тоже не стоит переживать, так как их поток не иссякает. На днях в продажу поступила игра под названием Escape from Starline Express. События разворачиваются вокруг девушки-журналиста, которая специализируется на преступлениях. Игрокам предстоит помочь ей выбраться из поезда, в котором по воле случая она едет с целой преступной бандой. По пути следования сюжета неплохо было бы раскрыть дело, но это уж как получится. Создатель обещает много загадок и головоломок, в общем, все то, за что мы так любим этот жанр. В начале года выйдет игра под названием High Clue и предложит нам очередную вариацию геймплея на угадывание слов. Участникам предложат придумывать ассоциации к четырем общим словам из 15 случайных, выданных каждому игроку. А затем участники будут голосовать, к какому слову каждый из игроков придумал ассоциацию. В общем, если вам не хватает таких игр, то присмотритесь. Компания Motogod анонсировала выход в следующем году игры на блеф и дедукцию под названием Aztek. Игра пропитана приключениями Дианы Джонса и предложит участникам добыть сокровища, преодолевая ловушки древнего храма. Самой сложной частью игры станет дележка добычи, где каждый захочет отломить себе кусочек побольше. Renegade Game Studios представила новую игру вездесущего Скотта Алмиса Warp's Edge. На этот раз нас ждет соло-игра про пилота космического истребителя, попавшего в тыл врага. Сможет ли он в одиночку уничтожить главный корабль противника? Если нет, то временная аномалия, которая каждый раз возвращает его в начало боя, будет кстати. Выход запланирован на середину следующего года. Если вы решили, что детективов на сегодня хватит, то сильно ошиблись. На днях было анонсировано сразу два проекта во вселенной Шерлока Холмса. Первым из них стало продолжение серии Consulting Detectives от компании SpaceCoffboys, и она подарит игрокам целых 10 новых дел. Вторую игру, Шерлок Холмс, Бейкер Стрит и Регулярс, можно поддержать на Кикстартере, и она чем-то напоминает версию от SpaceCoffboys за одним исключением. Путешествовать по городу и расследованиям надо будет, используя не буклеты дел, а стостраничные книги комиксов. Всего в коробке будет 4 расследования. В воскресенье компания CrowdGames запустила проект по сбору средств на дополнение к игре Оскверненный Грааль под названием Чудовище Авалона. Дополнение исключительно косметическое и позволит вам использовать 20 красивых пластиковых миниатюр как в базовой игре, так и в последующих дополнениях. Проект продлится до 15 января. Несколько новостей от издательства Стиль Жизни. Во-первых, компания сообщила, что отправила в печать новую трилогию дел элементарно. В продажу они должны поступить уже в январе. Во-вторых, в следующем году любители веселой игры на реакцию Добль и Гарри Поттера ожидают выход ограниченного тиража игры по известной франшизе. Дата поступления в продажу пока не сообщается. Третья новость заключается в том, что несколько дней назад начался конкурс на лучшую шпионскую корову для игры Корова 0.6. Участникам конкурса предлагают придумать свою собственную карту для игры и прислать в редакцию. Тройка лучших получит сертификат на 3000 рублей, а победитель бесплатно съездит на выставку в Эссен в следующем году. Компания Эврикус продолжает радовать нас небольшими веселыми играми для компании. На этот раз издатель взял на локализацию игру под названием Паджаракос, которая в России будет называться просто Кыш. Участникам предложат отбивать свой сад от надоедливых ворон. Новинка поступит в продажу весной следующего года. Издательство Мерхобби запустило сбор средств на новую редакцию карточной ролевой игры Pathfinder. Обновленная версия получила улучшенный визуальный стиль, немного доработанные механики и несколько новых элементов. Коробка включает в себя 10 сценариев одной большой истории для 4-х человек. Также компания анонсировала в следующем году выход очень много каркасонов, ни много ни мало по дополнению в месяц. Среди них будут как и ранее издаваемые дополнения, так и совсем новые для России. Например, про цирковую ярмарку или выращивания овец, так что любители каркасонов ликуйте. И последняя новость опять из Стана Мерхобби и порадует фанатов серии игр «Маленький мир». К изданию готовится дополнение под названием «Небесные острова», которое принесет в игру дополнительное игровое поле и по 7 новых народов и способностей. Отличная новость под конец года. Вот и все, друзья, что я смог найти для вас на сегодня. Делитесь новостями, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и непременно играйте в разные игры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!